Я жду индюшоку. Я жду на самое-самое хорошее. Свою пятилетнюю дочку Алина Батурова не видела больше года. У женщины рак молочной железы четвертой стадии. Обширная метастаза в головном мозге, в печени, в легких. Она находится в палетивной терапии, принимает морфин каждые четыре часа. По словам врача, ей осталось недолго жить. И последнее ее желание – увидеть и обнять свою дочь. Но это желание так и не осуществляется. Муж с дочерью живут в Курдайском районе Казахстана. И он не дает увидеться с ребенком, не навещает и не помогает больной супруге. Все попытки уговорить мужа привезти дочь хотя бы на один день не увенчалась успехом. Мама Алины работала в двух отделениях Национального центра онкологии медсестрой и уборщицы, чтобы обеспечить всеми медикаментами свою дочь. Каждые четыре часа она сама ставит морфин и не отходит от нее ни на минуту, ухаживая за ней днем и ночью. Она уже не знает, как помочь своей дочери. Она родила в 2016 году дочку – Инжу. После родов через год у нее образовалась какая-то шишка в области груди. Она позвонила мне, спрашивая, что делать. Вместе пошли обследоваться. И после биопсии поставили ей диагноз – рак молочной железы. Столько сил вложили, но все равно нет улучшения. Наша единственная просьба – это увидеть нашу малышку, так как у нас очень мало времени остается. Сама Алина также работала медсестрой в Национальном центре онкологии. В 2015 году вышла замуж за гражданина Казахстана, жителя приграничного села Курдай. Когда муж узнал, что она заболела страшной болезнью, начал ее игнорировать, перестал приводить дочь и потребовал развода. Два года назад, после того, как Алине удалили молочные железы, она начала достигать полной ремиссии. Девушка и ее родные радовались, что почти победили рак. Только в конце августа все результаты ухудшились. При этом все это время, по словам матери, супруг Алины присылал оскорбительные и унизительные сообщения. Столько сил потратили, но все равно нет улучшения. Оказывается, ее муж отправлял ей всякие гадости, желая смерти. За пять лет он просто не спросил, как она себя чувствует. Их родственники даже не знают, что Алина тяжело больна. Они думают, что она бросила дочь и ушла, гуляет. Нашей девочке просто не повезло. Я не знаю, что за люди, с кем мы связались. Чтобы исполнить последнюю просьбу Алины Батуровой, ее родные предпринимают все усилия. Писали в разные инстанции, однако помощи никакой. Так как муж и дочь являются гражданами Казахстана, мама Анка больной обратилась в Министерство иностранных дел. В ведомстве говорят, что сейчас совместно с консульством в Алматы предпринимают шаги для того, чтобы наша гражданка увиделась с дочкой. На сегодняшний день Министерство совместно с Генеральным консульством Крымской Республики в городе Алматы по данному факту с целью выяснения и уточнения всех обстоятельств ведутся соответствующие переговоры с супругом, а также с родственниками матери Алины Батуровой. Данный вопрос находится на особом контроле Министерства иностранных дел Крымской Республики. Историю женщины, как ее разлучили с дочерью, и почему супруг не дает матери ребенка повидать дочку, рассказала директор мастерской анкопациентов «Вместе ради жизни» Шаирбус Аганбаева. Глава организации с раннего периода проявления болезни у Алины помогает в семье. Организация собирает деньги на лечение, поддерживает и оказывает другую помощь. Инжука прямо плакала, когда мы уезжали, он ее еле оторвал. Я говорю, мамочка, мамочка, я так скучаю, мамочка, ты когда приедешь, мамочка, не бросай меня. Вот эти слова у меня вот сейчас всплывают. И сейчас мне так жалко нашу мамочку, которая хочет увидеть свою дочь. И мне обидно за то, что мы сейчас делим распри какие-то казахи, киргизы. Да при чем тут это? Мы все люди. Сейчас наша самая большая помощь – просто привезти дочь и показать матери. Никто не собирается у нее забирать, никто не собирается делать им плохо. Я сказала, я гарантию даю, приезжайте. Увидеть ли Алина свою маленькую Инжу, обнимет ли ее в последний раз. По-прежнему зависит от ее мужа и его родных. Мужчина должен ради дочери позволить это сделать. Ради девочки, которая вырастет и спросит у него, почему не допускал к ее тяжело больной, любимой маме. Айдана Коныбекова, Ирлан Кемельбеков, НТС.